На российском телевидении главные вести Карачаева, Черкесия. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Добрый вечер. Доходы и расходы бюджета глава республики Рашид Тимрезов обсудил с правительством реализацию национальных проектов. 42 погибших в Афганистане сегодня почтили их память и выразили почтение всем ветеранам афганской войны. Все научные обучения в Карачаевой Черкесии. Пандемию уходят. Школьников и студентов приглашают за парты. Выставка карачаевского народного промысла проходит в Кисловодске. Из крепости наш культурный репортаж. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем правительства Асланом Озовым и первым вице-премьером Русланом Тамбиевым, а также вице-премьером Муратом Суюнчевым. Обсудили круг вопросов, касающихся исполнения бюджета Карачаевой Черкесии и вудоходных и расходных статей на 2021 год. Кроме того, говорили об изменениях, которые были внесены в главный финансовый документ республики. Самое первое, что у нас в приоритете и подкреплено соответствующими статьями расходов, это реализация нацпроектов, а также поддержка других важнейших программ, реализуемых сегодня в республике, цель которых – улучшение качества жизни граждан и отдельных населенных пунктов. Речь шла также о своевременном выполнении социальных выплат. Асланозов доложил, что в республике все социальные обязательства выполняются вовремя. И сегодня же Рашид Тимрезов провел встречу с руководителем МЧС России по Карачаевой Черкесии Александром Галакаленко, в ходе которого рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся обеспечения безопасности граждан, защиты их от различных видов чрезвычайных ситуаций и повышения эффективности деятельности самой службы регионального МЧС. Было отмечено, что в ближайшее время на территории республики ожидается неблагоприятный прогноз погодных условий. Это потребует больше координации региональных и территориальных подразделений федеральных структур, аварийно-спасательных служб, в том числе сотрудников МЧС, а также внимательности и осторожности самих граждан. На встрече рассматривалась также важная тема – обеспечение безопасности жителей и гостей республики на курортах с учетом сезонных рисков, в том числе противоловинной защиты на горнолыжных курортах Карачаевой Черкесии, а также реализация пожарно-спасательной службы республики в отдаленных населенных пунктах. Отдельно обсудили тему социальной поддержки сотрудников пожарно-спасательных служб и членов их семьи, в том числе и обеспечения их служебным жильем. По итогам встречи стороны наметили ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности туристического кластера Карачаевой Черкесии, а также пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и социально значимых объектах. Сегодня день вывода советских войск из Афганистана. К воинам-интернационалистам обращается глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов. Именно в этот день, 32 года назад, последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем нашим согражданам, погибших при исполнении воинского долга за пределами нашей страны. Это особый подвиг – быть на войне в мирное для своего отечества время. Более полумиллиона солдат и офицеров проявили самоотверженность и доказывали преданность Родине. Тысячи так и не вернулись домой. Низкий поклон ветеранам боевых действий и локальных конфликтов на пример верности присяге воинской доблести и отваге. Из Карачаевой Черкесии на воинскую службу по призыву в Афганистане проходили около тысячи человек. 42 из них погибли на полях сражений. Сегодня в Парке Победы представители правительства Карачаевой Черкесии и мэр Черкесии Алексей Баскаев вместе с ветеранами-афганцами возложили цветы к памятнику погибших воинов-интернационалистов. Вспомни своих боевых товарищей пришли многие ветераны боевых действий в Афганистане. Такие памятные дни, как сегодняшний, напоминают о цене человеческой жизни, мирного неба, о настоящем патриотизме и верности долгу. Многие афганцы и сегодня продолжают служить Отечеству, воспитывая подрастающие поколения, прививая высокие моральные качества. А суровая школа афганской войны навсегда останется незаживающей раной в их сердцах. В 15 февраля 1989 года закончилась афганская война. Последний солдат ограниченного контингента покинул Афганистан и вернулся на родину. Ну, многое, как говорится, говорили. И до сих пор продолжаются споры. Правильная война, неправильная. Но история не терпится слагательных наклонений. Это состоялось. И, я же говорю, для нас, для афганцев, важны те слова, которые сказал лидер нашей страны Путин. Что, как бы там ни спорили, правильно, неправильно, несомненным остается тот факт, что солдаты и офицеры честно выполнили долг перед родиной до конца. Житель Ногайского района Виталий Боисов также прошел афганскую войну. Такого братства, как у нас, наверное, нет больше нигде, говорит он. Все те, кто служил в Афганистане, очень дружны и тесно общаются. Интернациональный долг выполнили не только мужчины, но и женщины, в том числе из Карачаева, Черкесии. Они работали в военных госпиталях. Две женщины у нас, одна с Эрки Нюрта, одна проживает в городе, в городе Зухра, военнообвязанная по линии военного госпиталя. Хамоков попал в госпиталь, и она непосредственно ухаживала за ним с первого по последний день и провожала, когда уже начали войска выводить с этого. И вот приходила, провожала. Они потерялись после этого, после службы уже. А вот буквально в прошлом году мы все равно искали, искали, все равно контакт нашли, и нашли ее, и общаются сейчас. Спасибо большое. Сегодня ваш праздник, то, что вы живые остались и ушли из Афганистана. Дай Бог, чтобы никогда это больше ни с одним поколением не повторилось. Добрые традиции были в Карачаево-Черкесии. Из Пашки и Огородов осуществляли пенсионерам бесплатно. И подключали, и поздравляли заслуженных людей, материально оказывали помощь, участвовали в похоронах. То есть работа была, даже в Москве вспоминает, как нас передовых. И внимание! В период с 15 по 17 февраля в горах Карачаево-Черкесии выше 2000 метров лавина опасна, сообщает МЧС. Сейчас настало время прогноза погоды. Просто продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами снег, в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду, порывы до 20, а в горах до 28. Температура ночью минус 6, минус 11, днём 3,8 градусов мороза и на дорогах гололедица. В Черкесии снег, ветер северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура ночью 7,9 градусов мороза, днём минус 4, минус 6. Это главные вести Карачаева-Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. Вести заперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 18 464 человека. Из них 16 799 выздоровели, 425 человек госпитализированы. После долгого карантина периода дистанционного обучения все образовательные учреждения республики вернулись к привычному режиму работы. Но несмотря на это, коронавирус идёт на спад и необходимо соблюдать известные всем меры предосторожности. О том, как проходят пары в Карачаево-Черкесском ГАЗ-Университете, узнавал наш корреспондент Аслан Гирюгов. Для предотвращения распространения коронавируса в университете приняли ряд мер. Чтобы избежать скопления большого количества людей, студенты посещают пары в две смены. Большие группы также разбиты на подгруппы. У каждого входа стоят дежурные, которые обрабатывают руки и выдают все маски. Во всех аудиториях стоят рециркуляторы обеззараживания воздуха. Помимо этого, у каждого факультета есть свой ковид-инспектор. Он контролирует соблюдение всех мер безопасности. Надеемся, что те мероприятия, которые нашим университетом проводятся, сохранят наш коллектив, сохранят наше студенчество. Первые впечатления об организации учебного процесса положительные. Жалоб нет. Студенты довольны. Преподаватели наконец-то тоже довольны, что приступили к занятиям. Честно сказать, дистанционно работать и для студентов, и для преподавателей намного труднее, чем больше формате. Также стоит отметить, что в стенах Карачаева-Черкесского госуниверситета практически нельзя встретить человека без маски. Студенты и преподаватели очень ответственно относятся к этому. Ведь до начала пандемии многие люди не соблюдали самые простые меры защиты. Мы носим обязательно маски, мы понимаем всю ответственность, у нас дистанция обязательно. Мы вышли за дистанционное обучение, к чему мы очень рады, так как мы очень скучали по учителям, по одногруппникам. Конечно же, дома учиться самому это совсем другое, чем в группе. И мы очень рады, потому что мы вышли. Несомненно, все меры, предоставленные университетом, помогут обезопасить студентов и преподавательский состав. Сейчас главное не ослаблять бдительность и быть осторожнее, а также напоминать о самых простых правилах, которые помогут защитить себя от невидимого, но очень коварного врага. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. И вести соседнего Ставропольского края. В Кисловодском историко-культурном музее «Крепость» проходит выставка изделий народного промысла. На ней представлены уникальные предметы из фарфора, керамики, войлока и кожи. Ряд работ принадлежит мастерам из Карачаево-Черкесии. Художников отметили грамотами Министерства культуры нашей республики. На выставке в Кисловодске побывала шерифат Лепшокова. Почувствовать тепло керамической посуды, не прикасаясь к нему, подарить это чувство может известный художник, мастер по керамике Казбек Тимрбулатов. 30 лет он занимается этим видом промысла, в руках которого кусок глины превращается в искусство. Чем вдохновляется мастер, угадать несложно – своими истоками. Казбек Маджитович признается, в каждой работе он выражает культуру Кавказа, оставаясь верным традициям своего народа. Теперь и у посетителей музея появится возможность познакомиться с историей и искусством карачаевцев. Каждый раз хочется все новое, 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 новое. Как могу. На что вдохновение идет. Работы вот эти самые последние, вот эти Эльбрусы, как Лев Толстой писал, под ножи Эльбруса живущих. Кто карачаевцы, отличающиеся добротой и храбростью. И вот это у меня они новинки самые. Они были нигде, и в Москве у меня, и везде эти работают все те то, что... А вот эти три работы у меня новинки. Сын мастера Тимур пошел по стопам отца. Его работы из керамики также представлены на выставке, как и волочные ковры. Почти 20 лет Аминус Денов, наряду с изготовлением фарфора, занимается возрождением волочного искусства, постепенно приобщив к этому супругу, а позже и детей. Все вместе они вносят неоспоримый вклад в развитие культуры народов Карачаевой Черкесии. Отметил это на выставке министр культуры Зурапа Гербов. Поблагодарив хозяев за организацию выставки, он сказал о тесной связи Карачаева-Черкесии и Ставропольского края, выразив надежду на продолжение совместного сотрудничества в культурной сфере. Наша история неразрывно связана с Старопольским краем. И особенно вот здесь это чувствуется очень хорошо. Мы с экспертами разговаривали, что в частности в художественном направлении, в направлении искусства, декоративно-прикладного искусства особенно. Вот здесь очень сильные связи художников из Кисловодска, например, и нашего худографа в Карачаевске, знаменитая школа. Сегодня выпускники, для нас это особенно важно, большая честь отметить, что наши услуги, которые сейчас ставят и экономической силой, и в том числе и Кисловодска, уже производство у них находится здесь, они создают и сувениры, и предмет декоративного искусства, уже находясь здесь, нам приятно, что сохраняют при этом историю культуры нашего родного края Карачаевского края. Зурапа Гербов вручил почетные грамоты всей семье Узденовых, поблагодарив их за усилия, которые они прилагают в сохранении традиций карачаевского народа. Также были награждены Казбек и Тимур Тимирбулатовы. На встрече министр пообещал, что республика и дальше будет делиться с жителями-гостями знаменитого курорта нашим художественным наследием. Шерифат Левшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова